здравствуйте дамы и господа отгадайте какое сегодня число ладно хотя бы какой месяц сейчас у нас с вами декабрь так что с наступающими вас всех праздниками 20 декабря сегодня вот видите да что творится в общем то знаете наверно птицу на открытом выгуле можно держать и сейчас посмотрите сколько травы просто непочатый край можно и козу было завести мне кажется сейчас и коровы должны пастись все еще вот такой вот годик коза уже заведена конечно конечно ребенок ты идешь гулять так всем привет здравствуйте сегодня поговорим с вами о том моменте который интересует всегда всех это деньги карманов других людей а более деликатно выразиться это на что живет семья в деревне мы говорим только о своей семье о семьях в общем мы не можем говорить смотрите да красота ниагарский водопад но основной вид деятельности у нас который в общем-то является единственным таким заработком приличным более менее постоянным это птицы вот неприличный заработок для современного человека конечно но в общем доход приносит но доход маленький снова возможно нас мало птицы возможно еще много моментов ну короче в среднем мы можем достаточно что еще мы денег имеем в месяц птицы чистый доход сложно сказать если брать летний месяц когда индейку осенним и продавали давай стабильно считать вот именно выбором чисто ну это партии зависит конечно партии зависит но скажем так среднем от 100 штук можно заработать 1025 если реально смотреть на вещи можно заработать гораздо меньше а можно заработать со 100 штук я имею ввиду если какой-то форс-мажор да если форс-мажор вы улетите а если вы пользуетесь какими-то определенными средствами ну даже теми же пропойками антибиотиков да вот первоначально я думаю что вы сократите падеж у нас большой падеж у нас большой падеж у нас большой падеж поэтому как бы доход вот такой который мы вам говорим но снова же да все относительно значит это пускай будет 25 может быть допустим партии как частном аркорами да у вас будет перерасход чумовой корма и вы посчитаете и расплачетесь в итоге там в конце партии ну мы когда будем плакать мы камеру включим вам тоже расскажем для того чтобы вам не приходилось вот тогда еще какая статья доходы у нас есть доходы у нас есть смотрите в свое время когда я жил в александрове я жил в александрове одно время лет пять вот там параллельно с приобретением жилья я приобрел два гаража вот жилье меня не касается сейчас а гаражи значит остались и они сдаются вот последний год я смог их сдать ну один гараж хороший он большой там на три машины грубо говоря я его сдавал всегда у меня не было с ним проблем со сдачей а вот другой гараж был маленький он таком неудачном месте расположен в общем долго не мог за часом сдается всего лишь за 2000 то и сейчас создаем один гараж за 2000 и маленький гараж сдавали за 4 ой большой гараж до 4 а сейчас за 5 короче мы его сдаем то есть получается что да на почту получается что с гаражей в месяц нам копает 7000 рублей плюс лето вот это лето и предыдущее лето мы сдавали дом первый наш дом который вы видели я так предполагаю вот мы его сдавали на лето на четыре месяца по 12 тысяч рублей то есть вот за лето получалось там 48 тысяч вот такой был еще плюс доходу индюки если ты говоришь о разовом доходе именно партии индюков мы вам постараемся в общем если нужно будет рассчитать все это дело точнее у нас все сосчитано просто надо в приличную форму вывести для того чтобы это было понятно в общем то доход на индюках мы считаем в общем максимально индюк самая доходная птица на данный момент для нас вот я с которой мы сталкивались вот значит до недавнего времени это в принципе был весь наш доход значит смотрите периодически нам прилетают бонусы от наших родителей то есть нам в прямом смысле гуманитарная помощь регулярно приходит от дяди моего мамы в виде там какой-то колбасы на завтрак ну таких вот вещей там кофе да там конфет какие-то в общем но они нас подогревают так скажем продуктами питания которые мы не покупаем вот плюс помощь гордым а вот так плюс мы торчим значит у у дяди 60 тысяч у твоей мамы уже 100 до она последняя была платеж без долга без долга а ну вот мама нам 50 тысяч подкинула который мы должны были потратить на инкубатор но мы ее это эту по этот полтинник уже потратили на налоги мы заплатили налоги это расход так что мы сейчас ну подожди да я просто говорю там их оприходовали и что-то еще что еще а машина поверишь машину мимо маркор мы купили а и да и корм аркором часть денег потратили на это самое из этих по из этого полтинника так что у нас еще по доходам но из недавнего времени у нас есть доход как канал да да это но на самом деле всего муж три платежа и мы еще не получили нет мы три на не получили внутри ну доход там 68000 сейчас вместе получается примерно 100 долларов получается за тут и до 100 чуть больше летает и конечно же каждый раз когда вы не пропускаете рекламу наш доход на копеечку увеличивается за что вам большое спасибо в любом случае это куп леса в месяц если вот так вот ну никуда не тратить то можно весной кубом леса весной можно приобрести до куб леса вот тоже тоже хорошо жена и тогда мы говорили уже спасибо ваш да и вот буквально с 20 и ноября до 20 ноября мы все-таки осмелились меня лена уговорила и сдали квартиру пушкина без ремонта вот я почему вы противник таких мероприятий потому как ну сами понимаете там четыре соска грубо говоря два стояка и 4 соска два холодных два горячих с водой и что там люди как они сделают сантехнику сколько они этажей вниз прольют там сколько на сколько денег никогда не доверяю сложный вопрос да и я сопротивлялся предпочитал что лучше я не буду рисковать и как бы квартиры между грузом грузом будет стоять но в общем все деньгами вообще туго и пришлось сдать слава богу вроде бы мы нашли ну по внешнему так скажем впечатление порядочного человека хозяина строительной бригады который кстати занимается сантехникой паспортами российские граждане в общем в общем но лучший вариант из того что мы могли себе предположить и желать да вот дали человеку этому квартиру за 10 тысяч в месяц плюс 4000 он платит варплату вон на коммуналке там да и вода и свет по счетчику вот ну нам остается 10 минус налог кстати говоря скажу мне уже сказать что не 6 процентов если регистрировать а 13 процентов наверное вот мы зарегистрируем договор налоговой будем платить со сдачи налоги официально да и как бы вот такой у нас еще получили получается появился доход на зиму сейчас мы на почту пришли прервемся потом включимся еще одним моментом побуждающим сдать квартиру послужило то что мы за нее должны были платить и платили каждый месяц по 4000 это на обслуживание дома у нас там тсж если бы не было тсж платили бы еще больше значит это обслуживание дома там уборка теперь до мусорной или после мусорной реформы даже если вы там не живем мы должны платить 500 чем-то рублей плюс капремонт в новом доме заметьте капремонтом 550 что-то в этом в этом районе ну налог соответственно годовой в общем короче говоря здорово тянет она эта квартира деньги при том что дохода никакого не приносит да в общем сдали хотя бы теперь будет окупать себя и какую-то часть нам приносить день очень тяжело время это расходы да так сейчас мы прервемся собаки большие так переместились мы к камину можно сказать значит что мы там наговорили ты уже по поводу квартиры мы рассказали да что это были траты сейчас вот хотя бы она будет себя окупать окупать свою там кварплату и чуть-чуть нам приносить денежек значит по доходам еще мы вспомнили что не все рассказали елена а ну сезон индейка да помните но себе стоимость мы вам отдельный ролик лена вам отдельный ролик сделать после бройлера и именно про свиной комбикорм как мало потратите много заработать так скажем да вот ее просим видео наберет если про бройлера нормальное количество миллион просмотров и 100000 миллионов лайков да ладно значит все тратится реально ребят много времени я не могу просто если вы со мной рядом сидели условно на диване я вам рассказала в двух словах скажу по секрету и так тяжело до трех-четырех ночи монтируем сидим ром не видно на самом мне кажется у женщины все на лицо написано спитами или нет по ночам вот значит что у нас еще там мы хотели сказать сейчас уже расхода нет доходы доходы еще момента я продаю семена я продаю томаты сами по себе как плоды в сезон летом и я продаю рассаду но если кто смотрит нас давно вы уже знаете и безусловно ребят это не золотое дно ну так скажем знаете может быть на ту не на ту а тысячи две три пять прилетают понимаешь но неплохо же тебе потом раньше делаю это в глобальных объемах у меня там не теплицы уголосятся а по соседям раньше еще что мы на портре немножко там подшабашить если отвезти привести кого-то чего-то занимался этим рекламу давал сейчас я снял рекламу это по большому счету бессмысленный бизнес если у тебя нет постоянных хороших жирных клиентов то это все убийство машины за свои же деньги то есть ну ты откатаешь там куда-то съездишь за половину больше половины потрачено солярку какие там копейки тебе останутся ты вроде бы вот их видишь да и и тут же не видишь то что машина потребовала там замену масла или еще что-нибудь там как колоды каких-нибудь очень короче дешевле чтобы она стояла во дворе далее ездить только по лично своим нуждам и все не боль и еще момент такой если у вас есть собственную машина которая не требует очень сильно под ней лежать и если у вас есть открытое ип хотя бы тогда вы можете где-то попробовать устроиться юридическому лицу там или еще кому-то к организации какой-то на подряды на какие-то доставки если у вас нет ип вот так частным извозом но это очень сложно найти хороших клиентов потому что все обычно работают по банку перечисляли знал у нас это халтурка обломилась как раз буквально месяц назад предложили значит добавки возить дмитров по моему тулу да то есть не до дмитрова недалеко как бы и до тула тут ну что тут ехать до 12 рублей вам платили за один рейс раз неделю вот это хороший заказ да действительно выгодный но я и по его же закрыл поэтому там без вариантов для нас открытые по что значит что вы 24000 годик то должны взять и отдать просто так дальше вы ничего вообще не делаете и у п и п у вас закрыта и спрятана в шкафу знаете ваши да вы не положь все равно иначе и п мы закрыли вот по той же причине что просто не тянули налог получаю на зачем в прошлом году мы закрыли до причем закрыть тоже там еще песня нужно рассчитаться полностью по всем долгам и там мы короче не буду даже углубляться долго да в общем я говорю что за и п платил и сам уже не работала года два до оплатили 24000 год там разница цена меняется но наверное знаете поэтому заранее да яйцо и правда три четыре в жизни мы продали кубационные со своих семей да нет ни три четыре просто 20 продали но очень мало короче на самом деле семей своих семей в том году много плавали в этом году короче мы даже я и говорю что даже нет смысла с этим заниматься вот мое мнение содержать радио стадо отдельно там в каком-то курятники в помещении и собирать эти яйца продавать их по 40 рублей блин не знаю мне кажется это сущие копейки геморрой и я знаю где яйцо купить допустим ломанов да по 950 ну захотелось захотелось тебе вывести молодых купе я ломанов по 950 за яйцо не содержа стадо не кормя это стадо там да без какого-либо геморроя заложил инкубатор если есть вы виде вырасти и продай да не породная птица ну хорошо нужна породная вон генофон под боком возьми в генофонде ну короче мое сугубо мнение мне кажется что лучше допустим остановиться развитие поголовье бролера чем заниматься инкубационным яйцом но мы все равно короче держим у нас есть сейчас сколько две три три семьи до которые инкубационное яйцо нам до ученка и мини лигорный карлику несут как бы ну вот мы его так это знаете это не заработок прям заработок это постольку поскольку вот она у вас есть есть интерес к этому моменту вы людям можете предложить продать но не так что вы рассчитываете сидите что это яйцо вам принесет миллион нет это такого в нашем по моему варианте нет на кознал кищевое лицо я там я не значила сейчас пищевого мы продаем пищевое яйцо от наших несушек ребята расхватывают так что мы сами зачастую сидим без яйца все быстренько разбирают 100 рублей десяток мы продаем лицо и вне сезон вот как сейчас когда становится меньше которые несутся по округе да то есть у нас вырастает спрос на яйца сильно но или этом ни разу не было такого что мы думали куда вы детей мы не считали выгодность этого мероприятия но там считать нечего дай бог дай бог они окупают себе просто жратву и все и мы едим бесплатно яйца не более яйца это смешно там если кто и заниматься профессионально может быть большом количестве на 40 кур час на 40 несушек кстати говоря поголовью на сейчас я посчитала 40 несушек ровно 40 без петухов 6 петухов нет 7 петухов 7 петухов 70 молодых кур несушек вроде бы пока по полу как я могу разделить 70 и где-то 50 петухов на откор у нас сидит вот и в данный момент 200 бролеров сколько 42 мы убрали до взрослых сейчас а еще те бролеры там 13 штук и всего это эксперимент и и там в брудере вы выявила все-таки в брудере этот бролеров но нечистый эксперимент она из брудера потом переложил когда освободился инкубатор в инкубатор и яйцо было не поверите наверно трехнедельной сборки она лежала у нас коробка и я его не закладывала там очень плохой процент вывода просто ужас ну это просто вот мне хочется вот посмотреть что получается не получается и мы их не можем объединить со своей птицей безусловно и мы они у нас не продажные никакие ни в коем случае они в чистого для нашего развлекаемся развлекаемся это интересно это делается определенный вывод ладно тема опять отошли не можем расход наш расход ну значит расход у нас ежемесячно это какой мне нравится ни слова алименты деньги на ребенка дамы каждый месяц но мы один раз в два месяца отсылаем смешную сумму на данный момент по нынешним ценам да но так как у меня финансовая ситуация сейчас скажем так не очень поэтому мы 15 тысяч 15 15 тысяч мы отправляем в два месяца и 7 500 в месяц это деньги на моего первого ребенка на нашего первого вот сестренка алёнина катюшка катюха привет вот значит что еще из ежемесячного это свет засвет мы платим пипец сколько мы пока мы как не покажем вам за за зиму наверное сколько мы в итоге помещено платили вот в последнем месяце мы заплатили семь пятьсот шестьдесят в этом месяце мы заплатим явно больше потому как я начал брали на брали на и курятник отапливать как положено вот у нас сидели птенцы работали все брудер какие у нас есть кроме индюшинова очень короче за свет мы платим много плюс сравнить ну чем сравнить конечно но напишите нам в комментариях сколько вы платите за электричество если у вас свой дом кстати не сказал важную вещь это по льготному тарифу у нас льготный сельский тариф и 364 а люди которые допустим в снт они могут и по пять шесть полопатить рублей как в городе там 550 по моему тариф вот эти свой дом и хозяйство вы сколько вы платите за свет но только не смысле того что у вас там висят волшебные какие-то штуки которые у вас это все дело снижать скажу сразу да мы знаем как это делается но никогда не делали такая у нас не религия философия скажем так вот сейчас немножко с этим сложнее стало по деревне хотя но практически как каждый двор нужно было зайти и там частично платили за свет скажем откровенно сейчас повесили фобосы на провода да знаете наверно что такое говорят что их тоже можно как-то обмануть но в общем я не вдавался в подробности мы как платили по чесноку так по чесноку и платим для нас ничего не изменилось вот что еще не было серьезно да значит что еще отопление ну как вот допустим давайте посчитаем что у нас шесть месяцев требуется дровяное отопление сложно мне сказать здесь сложно посчитать если рассматривать жилую часть до нашу то там но пол телеги наверное за зиму не израсходуем но гараж он требует много дров потому что кладка полтора кирпича плиты перекрытия ничем не утепленные ну грубо говоря я на половину улицу здесь топлю вот поэтому минимум это не теплее зависимости от погоды от зимы минимум это две телеги но я с запасом 3 телеги возьмем 3 телеги по 650 500 был в прошлом году до этого 6 в этом году вообще 7 будет ну давайте даже по 6 500 сам колю колю сам да это просто это самое чурбаны чурбаны до телега чурбаков короче вот тебе привезут за 6 500 но для ровного счета 18000 6 пускай будет до 18000 разделим разделим на 6 месяцев это по 3000 в месяц вот такой еще можно расход включить в отопительный период зимой так на машину на бензин где-то я трачу в месяц если я не езжу в москву в москву я езжу за яйцом там себестоимость этого бензина солярки она включается в яйцо поэтому где-то если никуда не кататься особо то баком не хватает на месяц вот буску возить я говорю несколько раз в неделю там пару раз съездить город вот где-то бака хватает ну бак час 3000 заправить стоит там чуть больше может уже газ 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 не могу подсчитать но газ тоже расходуется на этом баллон минимум а то и два в месяц мы заправляем кстати газ только подорожал стал 800 рублей вот я на той неделе съездил уже 900 900 блин уже рублей ладно бы газ нормальный был вонючая не пойми какая жидкость вон печи плиту включаешь в доме воняет как вы знаете как если открытое пламя да и и ты покрасил машину вот сгоревшие воздухе красного также воняет короче говоря в общем 900 рублей газ ну сколько дать баллон хотя бы до в месяц у нас уйдет это минимум минимум вообще потому что мы на году еще мешанки варим на улице сейчас мы наполить на печке не варим потому что здесь парит все общем это перестали да это делать только зерно проращиваем вот здесь вот значит еще 1000 рублей я не считаю освещение не сказал сколько я сказал в этом месяце заплатили 7 560 еще больше но я сказал это вот а морозы будут когда минус 30 вообще на чок до инкубатор если будут то там еще плюсом короче пойдет в общем электричество дорогое недорогое нам обходится дорого потому что мы многое и употребляем так что еще ежемесячные какие ну там магазина да понятно мы все не можем там хлеб покупаем молоко покупаем что-то еще что скажет хлеб пеки молоко хлебопечка начали пользоваться до хлебопечкой классная штука оказалось но все равно не на каждый день скажем так еще какие расходы ежемесячно алёнина занятия полторы тысячи в месяц мы платим отдаем обязательно еще что вывязала что не знаю короче все остальное что остается из денег да все остальное тратится на развитие хозяйства элементарно купить там провод розетку что-то там я не знаю кран какой-нибудь 1000 рублей отдал ну сами знаете чем рассказывать я уже не говорю о том чтобы сейчас построиться это очень нужно я не знаю кем это нужно работать чтоб сейчас построиться теперь расходы ежегодные до которые мы с собой привезли из москвы получается в виде имущества которые мы приобрели в то скажем так хорошее время вот значит это сумма составляет в году только заплатили 23000 у меня и 8 тебя да да значит у лена там в беженске мамина квартира начну за ним платим и пушкинская картера да это налог и пушкинская квартира там в районе сколько 5 600 что ли до пушкинская вообще радует меня ситуация ребят вот работал 10 лет 10 лет на эту квартиру работал купил на свои деньги ни у кого ничего не попросил заплатил подоходный налог до снега с этой суммы значит уже налоги одни уплачены когда я работал я платья значит что я там тоже платил какие-то задачи вещи там пфр и всякие там налог на прибыль и так далее тому подобное хорошо осталось сумма купил квартиру на свои деньги и все равно я за эту квартиру должен государству платить красота я вообще балдею ладно еще еще капремонт должен платить новый дом до капремонт я не только примонты не до живу еще ни разу оплатить более часто это так что можете там не живу а за мусор платить должен то есть за мусор мы платим здесь ума у мало я платил где прописано мы сейчас зарегистрировали здесь поэтому я за бумажку там не плачу за два места за пушкина замут заплатим из foil и здесь теперь будем пойдем за мусор вот ну ладно мусор это святое как бы я здесь как без претензий но могли бы как-то это всё порану урегулировать я лучше здесь платил бы чем там потому что там не живут и там не мусорю когда ладно значит у меня получается налог на землю сколько у меня два пустых участка один участок с дома с домом тот 1 вот этот вот участок с домом два гаража в александрове и что машина kia sorento niva портер трактор не облагается налогом потому что у нее лошадиных сил мало телега не облагается вот короче такие у меня налоги и за это всего 23000 там sorento в районе 9 и в 500 рублей портер там что-то полторы что ли остальное это земельный налог и налог на здание да вот да она она вроде как знаете этого все не учитывается а конец года приходит и будь добр должен прислать до страховки да на две машины у меня значит на sorento и на портер на него не делаю на трактор не делаю значит страховки тоже нормально денег стоит сами знаете по моему в районе что-то 6500 на sorento и 4 или 5 на портер в год вот что там и ну лав машина тоже уже у меня старенькие имеет свойство ломаться сейчас вот последняя замена значит двух передних рычагов там шарики у меня полетели значит сколько они неоригинальные но в районе 5000 до потом меня вот кардан на заклинил заднюю крестовину кардан новый стоит на мой автомобиль уже 33 тысячи рублей задний кардан крестовины отдельно не меняются они не на стопорных кольцах они закернены короче идет запчасть целиком кардан 33000 но я вышел из положения там по-другому я не готов 33 у меня не было 33000 чтобы взять и заплатить за кардан вот поэтому вот это все требует денег ну короче знаете как на ровном месте можно с пятерой расстаться в наше время просто легко и непринужденный даже не заметишь как мы к чему говорим там мы говорим к тому что развивая свое хозяйство первые три года вы с него ничего не заработаете если вы что-то заработаете вы вложите обратно если вы хотите создать себе комфортные условия работы и как-то развиваться в этом направлении будьте к этому готовы и без подушки безопасности без какой-то суммы без готовых уже приобретенных средств производства основных фондов в виде там на сооружение курятников строений по большому счету здесь делать нечего сколько таких вариантов приезжают глаза загорелись все я еду в деревню жить я он смотрелся каналов деревенских там все балдеет кайфуют у всех все хорошо хренушки ребята нет это все сказки вы многого не знаете вам не все показывают просто-напросто и сколько людей приезжают смотрят но не тянут они вот даже сейчас можно по общению с человеком понять потянет он или нет есть тогда есть такое но и разочарованию конечно скорее в основном люди опрометью решают переехать потому что у них обязательно получится это очень опасная такой вот самоуверенность такая зачастую получается наоборот да так что пости дай бог чтобы было куда вернуться чтобы не сжечь мосты подходите к этому постепенно подумайте надо ли вам она подходить так к этому нужно чтобы это не получится так что вы уговорили мужа переехать или муж говорил жену переехать и все хорошо никто не должен никого уговаривать если кто-то кого-то уговаривает поверьте это будет камень преткновения в семье когда скажет ты меня затащил на это и ты виноват обязательно будет то что сложности переживаются в безденежье куда сложнее понимаете не дай бог со здоровьем как не дай бог еще мы все своим под богом ходим до чтобы ты не был дети у нас есть так далее это будет винить друг друга будете как до конца дней свои нужно обязательно это чтобы это решение было принято совместно и чтобы оно было принято обдуманно обязательно другого нет пути и ну все не так радостно на самом деле ты можешь сказать что мы за три года вот прямо достигли финансовой независимости хотя бы просто независимости от наших там родственников от наших мандарин у нас долги я же говорю мы не можем не дал у нас не кредита слава богу ничего нет и и вам не советуем дальше а так вот там по чуть-чуть заняли у родственников исключительно которые конечно же там если что скажет да ладно наплевать но нет мы конечно же там до сих пор мы я так сказал до сих пор бы я не знаю допустим можно ли так без хлопот особых зарабатывать на птице не могу сказать наверное можно но для этого нужно еще больше финансовое вливание еще больше времени если это постепенно делается нет такой вот сразу суммы но мы как бы вот вы видите стараемся посмотрим что из этого получится все упирается в деньги и во время вот то есть мы сейчас допустим не 200 бы да я 200 я в 400 потянул в один бы я так думаю да немножко подустал бы да но 400 может быть потянул но нужно одна потрошение потянуло 400 нужно клетки нужно еще брудера несколько другой конструкции как я сейчас понимаю короче много но нужно инкубатор до нужен инкубатор сначала начинаешь данный инкубатор нужен ну в общем короче инкубатор сколько стоит везде есть свои нюансы и везде требуется первоначальный капитал это первоначальный капитал нужно только чтобы бизнес начать но чтобы прожить какое-то время покажет ваш бизнес будет оборачивая приносить вам постоянный какой-то реальный доход но еще нужно оговориться что если выращивать бролера как мы это делаем возможно что мы мы точно не так невозможно а сто процентов мы снижаем свой доход процентов на на 30 минимум за счет того что мы не используем волшебные средства по выращиванию даже не волшебные просто антибиотики простые порошки даже в старых книгах которые нам присылают мы читаем даже там пишут что без антибиотиков никто не выращивать птицу не это практически как они пишут невозможно это конечно возможно но с большим процентом поддержа вода есть определенные и научные издания которые они даже не обсуждают надо ли использовать антибиотик они исключительно а вот такой есть такого спектра действия более широкого спектра действия стратегические убийственные такой что вообще ничего не выживает после него почему нужно такой теперь да потому что вот этот вот этот и вот тот уже может не особо действовать в силу привыкания к нему в силу толерантности микроорганизмов к этому именно антибиотику вам стоит выбрать нет вообще разговоров о том что как вырастить бролера без антибиотиков да никак понимаете за свой счет вот берешь и выращиваешь из 100 голов у тебя выходит до забоя там я не знаю все все вместе может быть а еще десяточка из этих семидесяти будет не кондиция какая-то крыло это сломала вывернула ударилась синее или там на брюхе на мин и еще что-то когда говорят как раз делаешь на 100 делаю до на 100 штуках почему на 100 до простоты подсчета то есть если вы делаете заводите 200 брюлеров чтобы просто эту сумму не просто можете умножить на 2 нет вы поймите некоторые затраты они не важно количество голов привезете вы из москвы одно яйцо или привезете вы из москвы 500 яиц дорога будет у вас одна и та же и транспортные расходы у вас будут одни и те же делиться или на 500 или на одно яйцо вот это и является такой момент важный как то что при увеличении объема есть те затраты которые не увеличиваются и за счет этого у вас будет дешевле каждая единица продукции ну да вот такие вот в общем то статьи у нас дохода и расхода и все это пока не приводит к нашей финансовой стабильности хотя мы понимаем что мы с точки зрения экономической многие моменты делаем неправильно зато с точки зрения чистой совести правильно понимаете тут каждый выбирает по себе если бы мне хотелось народ вокруг меня так скажем вот кроме этого матового слова я не могу другого подобрать обманывать то я бы осталась на какой-то другой работе в городе прекрасно могла бы дальше заниматься разными видами деятельности зарабатывая при этом много денег а ты в городе черного нет если я хочу обманывать народ я буду это делать лучше где город зачем нет в деревне делать но в этом плане да там у тебя там проще у себя до до грыжи практически чтобы мне можно было чтобы что делать чтобы продавать больным детям блин эту курицу с антибиотиками зачем тогда я подумал там в городе лучше поработаю денег больше прилетит мне легче да все отлично без проблем тут найти как мораль стоит денег это всегда так если вы хотите что-то делать честно если вы хотите что-то делать правильно это зачастую будет стоить вам много чего сил здоровья и денег в том числе но мы еще не отчаялись пока мы пытаемся может быть мы найдем вообще волшебный эликсир какой-нибудь я не знаю выведем и у нас все будет еще лучше чем уж как в анекдоте какая альтернатива утки кстати утки тоже может быть альтернатива у нас тут реально ну мы утки моего тогда планируем в следующем году напишите каких нам так лучше заводить но вы напишите мы так и узнаем принципе на москусов но напишите а этих и до уток зачем если есть французская нормальная французская но напишите нам все равно интересно ваше мнение какая птичка на ваш взгляд достойна внимания из утины пока всем удачи